Всем привет! Сегодня мы будем заниматься пересадкой ампельной петуни из 35-й кассеты в кашпо. Наконец-то вся рассада у нас распекирована, все рассажено и овощные, и цветочные. Уже так довольно-таки они неплохо подросли. Сегодня будем заниматься ампелями. Сейчас покажу, как они выглядят. Ампеля пришли вместе со всей рассадой. До этого они приходили чуть-чуть пораньше, поэтому мелковаты, конечно, для ампелей они. Вот так вот выглядит ампельная петуни сейчас. Некоторые даже начинают зацветать. Сейчас мы ее будем из этих кассет пересаживать в подвесные горшки. Сажать я буду петуни вот в такие вот подвесные кашпо, трехлитровые, вот с такими усами. Крепятся они, соответственно, сюда, эти усы. Три литра кашпо с переливом, вот с таким вот. Это кашпо недорогие, стоят они 35 рублей. И себестоимость горшка ампельной петуни в том году, вот я просчитывал, у меня получалось 100 рублей. То есть 35 рублей стоит горшок, рублей 30-35 стоит черенок, вот такой вот импортный голландский. И рублей на 30 земли. То есть получается 100 рублей себестоимость. Ну а продается, не знаю, во всех регионах по-разному. Корневая система, смотрите, уже оплела ком. То есть самое время пересаживать их в кашпо. Некоторые саженцы, смотрите, вот выстреливают в одну сторону. Для того, чтобы более равномерно росло, я сразу обрезаю это. Макаю это в корневин, вот тут у меня лежит. Ну там в пакетик высыплю сейчас в рюмочку. И укореняю этот росточек отдельно. А это буду сажать сейчас. Ну, стандартно выкапываю лунку. Неудобно снимать и сажать. И заглубляю. Сильно не трамбую. Все. Посадили. Вот посадил несколько петуни ампельных. Сейчас их полью, повешу. И через недельку, дней через 10, начну потихонечку их подкармливать. Спохватился, что нет удобрения вообще никаких. В связи с коронавирусом, с эпидемией, удобрений купить вообще нереально. Потому что все магазины абсолютно все закрыты. Кроме продуктовых. Очень долго вспоминал, в каком продуктовом можно купить удобрения. Вспомнил. Поехал, набрал все, что было. То есть, из того, что было, вот купил фертика цветочная, универсал 2. И монофосфат калий, конечно, хорошее удобрение для рассады. Стимулирует развитие корневой системы. Очень хорошее удобрение. Ну и корневин это у меня было. Так что, просто уже пора рассаду начинать потихонечку подкармливать. Буду ее кормить. Ладно, сейчас полью, повешу. Вот повесил ампиля. То, что посадил только что. Здесь они будут у меня висеть. Их будет, ампилей будет много. Повешу потом поплотнее их, конечно. Так не поместятся. Рассаду в этом году сажаю, можно сказать, первый год. И в этом году стал вопрос, как подписывать кассеты, как подписывать сорта. Кто-то вставляет там, я не знаю, таблички специальные. Мне посоветовали малярный скотч. Вот обычный простой малярный скотч. И перманентный маркер. Именно перманентный маркер. Подписываю, приклеиваю к кассете. И все отлично. Не смывается, держится. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Новичок розовый. Не смывается и очень удобно. Не надо ничего вставлять. Приклеил, не отрывается, не смывается. Очень этот способ мне понравился. Буду им пользоваться. И дальше. Давайте немножко рассаду посмотрим. Хорошенькая уже. Клубника тут, само собой, прет. Калеус. Вон там у меня овощные. Вот не помещалось. Вдоль батареи поставил перцы, томаты. Еще маленькие, конечно, они. Газания вообще шикардосная. Вербена. Бегония. Все вербена. Остеоспермум. Это лилия у меня. Натянул сеточку. Так, куда выскочила. Ну, еще не поправлял просто каждую. Пока еще лилию я не кормил. Но скоро уже буду. Обязательно сниму, покажу. Вот по 8 штук в ящике. Сходит не очень равномерно, но для лилии это нормально. Какие-то побольше, какие-то поменьше. А этот сорт только-только вообще появляются всходы. Ну, все. Буду заканчивать свое видео. Ампеля мои висят. Ну, 100 рублей для такого ампельного цветка, который будет реально такой свисать со всех сторон. То есть себестоимость 100 рублей недорого, мне кажется. Ну, все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok